Это не значит. Извините, функция функциональной обязанности прокуратуры пугать инвестора, как только он зайдет? А что вы... Подождите. Я инвестор, захожу. И первое, что я получаю от государства, не помощь, не дружбу, а получаю письмо от прокуратуры, пришлите мне документы, чтобы я потом вас будет поздниматься, и вас искипаю посадил. Это называется рэкет, дорогой мой. А какая функция? Где бандитизм? Это функциональная обязанность прокуратуры? Нет. Это называется бандитизм-рэкет. Когда заходит бизнесмен, и когда первое, что он получает от правоохранительного органа, пришлите мне документы, потому что я должен потом вас посадить, это занимается бандитизм. Если вы собираетесь дальше продолжать терроризировать бизнес с целью получения взятых, потому что это иначе не называется. Подвиньте, реально, я вам говорю, с этого момента, не надо объяснять, я этим сутки проходил, я говорю, милый вы мой, проходил много раз, и видел я таких прокуроров, и видел я их потом в тюрьме, кстати, потому что, потому что я не собираюсь терпеть ни Горностаева, ни подобных, рэкетировал тут. Прямо говорю, что это рэкет, официальный правоохранитель. И не собираюсь в Одессе больше, чтобы предприниматели, прокуратура, МВД, и любые другие органы, занимались их рэкетом. Эту особую Горностаеву, вы решите сам, я поставлю вопрос перед знакомым я к генеральным прокурорам о ее поведении, и вообще о поведении прокуратуры. Я не собираюсь терпеть, тут беспредел. Поэтому я, вы можете отвечать, как хочется, а вы знаете, с этого момента мы будем каждый случай просто за горло брать, чтобы этого не было. И пусть не рассчитывает никто на покровителя Киева. Мне все равно покровитель Киева. Мой покровитель народ Украины, которому я поклялся, чтобы мы сделаем лучшую жизнь. А не временные там должны стрелиться какие-то. Смотри, ехать. Ну, человек, я кием, а я права. Вот это начальник милиции, новый. Спасибо. Вот начальник милиции. Вот тебе работа. Люди-то ездят, ездят в больнице. Полный беспредел. Вот, вызовите сейчас прямо этих, чтобы показать, чтобы у них, они думают, что они все, и все могут. Поставила машину и побегла. Вот люди, кто-то спешит, у кого-то ребенок. Сейчас затор и скоро помощь не проедет. Вот с чего надо начинать. И мы будем любить этот город, как он едет. Все, все, мир. Естественно, вот видите, я новый в Одессе, но я тоже заметил, что полный беспредел на дорогах. Полный. Каждый из них считает, ходят без номеров, считают, что они там могут что-то угодно. Поэтому, потому что, есть что-то без доказательств. Если есть деньги, можно купить. И есть люди, которые равны перед законом, и есть все остальные, которые над законом. И эти, которые над законом, их надо поставить под законом, и тогда все будет, все с новостями. Мы надеемся, когда он найдет порядок. Обязательно. Вот он наведет вместе с вами. С вашей помощью. Снимайтесь, что-то. Кто-то считает, что он над законом. Кто-то считает, что ему все равно. Вот поэтому я привез с новым начальником милиции от Эдесси, который наведет порядок. Что такие вещи в Эдессе больше не должны происходить. Что люди ждут уже под палящим лучшим солнцем 20-ю минуту, потому что какой-то тип считает, что он выше всех и круче всех. И это и есть беспорядок. Что есть флантовый, типа же есть остальная часть людей. И они давайте граждат. Вот пились лучше, потому что вот он навел там порядок. Он навел порядок там. Сейчас он наведет порядок здесь. А вот обокрали барсетки, документы. Где вас ограбили концентр? Это ограбили на краю. Сколько их людей? В горе. Здорово. Я сумка не ожидал. Мне по басте сумка, барсетка, документы. И я подождал скорая помощь преславный. Даже хотели в больницу поставить. Что у меня вовремя пойдут в милицию. Массовые. Гражды массовые. В общем, криминалы в этом городе себя чувствуют безвесово. Я сумку. Я сумку. Я сумку. Я сумку. Я сумку. Я сумку. Я не ценяю. Я сумку. Мне приятно. Ваши. А как тогда? Я говорю, давай, человек, вот кашу. Вот это к нему. Если... Давай... Проходите ко мне. Сегодня же. Пусть придет. Пусть придет. Пусть придет.